всем привет с вами я Денис Кивашир сегодня я расскажу такую полукриминальную историю короче сажусь я здесь на остановке на 35 маршрут доезжаю вниз до советской армии иду на пляж там купаюсь все один мужик короче пристал мол дай твои вещи подробно туда все но я естественно его послал но история не об этом и возвращаюсь я назад с пляжа естественно на таком же 35 маршруте и заходит двое мужиков одна баба с ребенком и вот самое интересное и начинается как раз таки в их разговорах чисто случайным свидетелем которых я и оказался женщина мужик говорит да не видно своему другу да не убивал я свою жену да не убивал я свою жену менты даже мне звонили и ничего предъявить не смогли какой-то моего полиции или капитан я уж не помню но как то есть факт а его видно друг говорит что мол а думать о будущем что ты не убивал свою жену это мы знаем но тебе лучше думать о будущем состоялся даже у этого мужика суд который сейчас находится вон чуть дальше за моей спиной но самое интересное в этой истории то что мужик в автобусе рассказал а во первых он рассказал это всем публично первый момент второй момент это то что он вышел вот тут на остановке экономической академии что тут если дальше туда пройти то полицейский участок и он вышел здесь и пошел по направлению куда-то сюда но видно у него тут дом был но и тут я короче вспоминаю перед тем как сесть в автобус с этой остановки с экономической академии смотрю газель газель стоит без опознавательных знак ну естественно какой-то там дорожный номер не более того тонированные стекла и тут вижу двое ментов ментов не из дпс а сппс ну то есть патрульно-постовой службы запрыгивают эту самую газель что примечательно ну казалось бы нужно это для маскировки тонированная газель без опознавательных знаков туда все но не совсем так ведь менты были в своей форме то есть там было написано них сзади полиция жетоны и они то есть опознавать их опознать было довольно таки и затрудительно но не запрыгивают в ничем не примечательно ну кроме раз что-то неровных стеклах газель и тут я понимаю что это все как-то связано вот как связано к сожалению мне так не удалось выяснить но как сказал мужик мы другому мужику который по версии следствия убил все-таки свою жену что надо думать о будущем думайте о будущем пока